Да, всем здравствуйте. И в прошлый раз мы остановились на том, что ввели High-Level IAR для того, чтобы как бы обобщить все языки программирования. Давайте я немножко напомню, у меня первые два слайда совпадают с двумя последними, которые были в прошлый раз, основные правила для нашего High-Level IAR. Во-первых, High-Level IAR является трехадресным кодом, то есть у него есть левый оперант, операция и правый оперант. Всего три значения на каждый стейтмент. Стейтменты разделяются точкой с запятой, поэтому то, что в обычном языке высокого уровня вы записываете вот так, в High-Level IAR требует дополнительных переменных. Это сейчас кажется неудобным, но потом это наоборот покажется вам очень удобным, мегаудобным. В качестве обращения по адресу у нас используется разыминование вот такого вида. Это не у всех так. Например, в LLVM используется гораздо более сложный по семантике getElement.ptr. Но у нас это будет так. И у нас нет разветвленного control flow. Именно ради этого мы и заводили этот IAR, и именно о control flow мы как раз сегодня и поговорим. Потому что этот IAR позволяет нам абстрагировать control flow. И прошлый раз я дал задание взять вот эту штуку, закончить перевод или сделать новый перевод с нуля. Я сейчас проверил, в принципе, все справились, все молодцы. Я надеюсь, те, кто смотрит нас на YouTube, тоже справились и тоже молодцы. И у меня был вопрос. Вот на этот вопрос ни у кого на листочках не было ответов. А видите ли вы на листинге справа какие-нибудь избыточные вычисления? В B2 и B3 мы видим, что это не так просто увидеть здесь. Обратите внимание. Не так просто увидеть здесь. А вот в B2 и в B3, вот здесь, в трехадресном коде, совершенно очевидно, что tmpx плюсы tl звездочка tmp и tmpx плюсы tl звездочка tmp. И такое чувство, что вот этот адрес или даже разименование элемента по этому адресу можно вычислять только один раз вот здесь, а вот здесь это избыточность. Но пока что мы переводим ss. Все видят, что это избыточность? Пока что мы переводим как есть. И при переводе как есть мы это можем пока игнорировать. Скоро мы научимся иметь дело с такого рода избыточностями. Однако прежде чем продолжать, нам нужно ввести некоторые понятия формально. И давайте формально введем понятие базового блока. Я сказал, что вот это называется базовый блок, но в прошлый раз я никак не определил базовый блок. Что это вообще такое? Соответственно, базовый блок, вот типичный базовый блок. Это линейная последовательность инструкций here, в которую управление входит только в начале. То есть единственная точка вхождения управления это в начало базового блока. И выходит только из конца базового блока. То есть базовый блок в русской литературе также называется линейный участок. Интересно, что вызов функции не считается передачей управления. Почему это так? Дело в том, что где бы эта функция ни гуляла, она потом все равно вернется в эту точку. Потому что это будет возврат из функции. И это не будет передачей управления относительно этого базового блока. То есть мы все равно из вызова функции вернемся сюда. Вызов функции можно рассматривать к своему роду атомарную операцию относительно базового блока. Поэтому вызов функции в базовом блоке внутри может быть. Он его не обязан разрывать. И все те инструкции, которые разрывают базовый блок. То есть вы увидели такую инструкцию, значит скорее всего все дальнейших быть не может. Или дальнейшие могут быть только такие же. Это называется инструкция терминатор. И терминатор находится исключительно в конце базового блока. И все, что делает терминатор, это завершает базовый блок, передавая куда-нибудь управление. В данном случае управление может передать или на BB3, или на BB4. Есть два общеизвестных в компиляторной теории усложнений этого факта. Первый вариант это что если функция бар может кинуть исключение. Давайте подумаем. Вот здесь написан такой бар, который исключение кинуть не может. Что будет если бар может кинуть исключение? Что произойдет с этим базовым блоком? Останется ли он вообще базовым блоком? Если функция бар может кинуть исключение, то мы обязаны в возможном сайд-эффекте вызова функции бар предусмотреть переход на лендинг-пад для этого исключения. То есть мы в программе обязаны сгенерировать какой-то ассемблерный блочок, который что-то с этим эксепшеном делает. Например, передает дальше уже управление на специальную функцию для размотки стека и так далее. Но в любом случае этот блок должен быть где-то у нас. И это выглядит примерно вот так. У нас бар становится терминатором, потому что он делается вот так. Bar element and go to BB6 on exception. И вот здесь в блоке 6 у нас exception handler. Вторая вещь, которая традиционно вызывает некоторые сложности, это unreachable. У нас может быть специальный терминатор, специальная инструкция, которая называется unreachable. И этот терминатор тоже завершает базовый блок, потому что все, что после него, не имеет смысла. И он означает, что управление сюда никогда не придет. И вот мы видим, что в этом коде в BBX действительно никогда не может прийти управление, поэтому я даже не стал давать ему номера. И unreachable, и exception – это тоже разновидность терминаторов. То есть, по сути, у нас из терминаторов есть go to с разными вариантами, у нас есть exception, у нас есть unreachable. Переключение потоков, передача управления с программой, что угодно другое терминаторами не считаются, потому что не разрывают локальный поток данных. И давайте, собственно, поток управления, извиняюсь. И давайте, собственно, поговорим о потоке управления. Вот здесь я нарисовал граф. Что является в этом графе вершинами? Базовые блоки, конечно. Конечно, базовые блоки. А что является ребрами? Ребрами является передача управления от одного базового блока к другому. То есть, ребра – это передача управления, вершины – это базовые блоки. Такой граф называется графом потока управления, или CFG. Я буду использовать английскую аббревиатуру CFG, потому что русская аббревиатура GPU звучит очень странно. И во многих случаях я буду пользоваться либо русскими словами, либо английскими аббревиатурами, потому что в компиляторной теории устоялись английские аббревиатуры. Очень часто граф потока управления сопровождают центра и экзит-блоками. Это очень удобно. Это делает из граф потока управления гамак. У него все блоки, которые связаны, начинаются с одного места, заканчиваются одним местом, а внутри гуляют как угодно. И вы можете подумать о том дома, можете прямо сейчас порисовать, если там будет скучно меня слушать. Можете после лекции подумать, как нарисовать control flow graph для вот этой функции. И обратите внимание, что control flow graph вы будете, конечно, рисовать не по этой функции. Нет смысла рисовать control flow graph вот по сишному коду, правильно? Вы всегда ошибетесь. Для того, чтобы нарисовать control flow graph, поскольку у него вершины – это базовые блоки, вам всегда нужно построить high-level IR, где эти базовые блоки будут очевидны. И, собственно, возьмите… Вот я не зря вернул вам листочки с хиром. Возьмите ваши листочки с хиром и построите control flow graph. И теперь, Георгий, я думаю, вы видите, где вы ошиблись. Там у вас был такой странный ромбик, который, как разумеется, к control flow graph не имеет никакого отношения. Попробуйте все-таки написать нормативный хир и построить настоящий control flow, то есть настоящий граф потока управления. Такой лайфхак. Если вы видите функцию, всегда стройте хир. И рассмотрим одну из моих любимых функций – функцию bitscan reverse. bitscan reverse – это еще одна функция из класса for, внутри, for, if, внутри, if и break. Их много на самом деле. Но это такой паттерн. Если вы заворачиваете это в определенный паттерн, там такой же паттерн у findif и так далее, то если у вас один такой for в функции, то это все хорошо. Это значит, вы правильно абстрагировали функцию. Правильно, если у вас в большой функции где-то посередине for, внутри, for и внутри, if и break, значит, скорее всего, его либо можно уже заменить на что-то стандартное, либо надо вынести и потом заменить на что-то стандартное. Ну, что делает функция bitscan reverse? Давайте посмотрим. Она берет число n, она вычисляет его размер в битах, она идет от нуля до bitsize, смотрит индекс бита, сравнивает там бит с единицей. Похоже, она ищет старший установленный бит в числе. Если число 0, она возвращает размер в битах, то есть невозможную позицию, которая больше любой возможной позиции. Это лучше, чем возвращать там минус 1, например, как мне кажется, или кидать exception. Ну, whatever. И вот эту функцию можно прикинуть, как перевести в here. Сейчас мы не будем тратить на это время, но если вы смотрите нас на ютубе, то, пожалуйста, поставьте это видео на паузу. И потратите некоторое время на то, чтобы перевести эту функцию в here, потому что на самом деле переводить ее в here можно несколькими способами. Смотрите, давайте я переведу эту функцию в here первым способом. Первый способ следующий. В bb1 мы устанавливаем bitsize64 и равно 0, и дальше переходим либо на bb4, где мы делаем return bitsize, либо на bb2. В bb2 мы увеличиваем индекс в цикле, соответственно, рассчитываем позицию, сдвигаем, и дальше переходим либо на bb5, где мы возвращаем bdx, либо на bb3, где мы инкрементим цикл, и пока i меньше bitsize, у нас обратная дуга bb2, иначе мы идем на bb4 и возвращаем bitsize. У нас получился вот такой control flow graph. Смотрите на него. Нет ли здесь ошибки, кстати, какой-нибудь. И мы видим, что у нас из двух блоков идет выход на exit. Но мы можем переписать этот here так, чтобы выход на exit шел из одного блока. Это будет here и, соответственно, control flow для той же самой функции. Смотрите, вот функция bitscan-reverse, второй вариант. Второй вариант следующий. Мы ставим bitsize, ритвал, и, и, то есть мы вводим новую переменную ритвал. И эту переменную ритвал мы, собственно, изменяем. Вот у нас остался цикл. Цикл, правда, стал более интересный. Из этого цикла у нас появился здесь выход на bb4 из хедера, что довольно плохо, но мы потом об этом поговорим. Потом в bb4 мы ставим ритвал равно idx и go to bb5. Если же у нас в bb4 мы не попали, то ритвал изначально bitsize. И в bb5 мы просто делаем ритурн ритвал. Но посмотрите на структуру этого control flow графа и посмотрите на структуру вот этого control flow графа. Давайте я вам так помигаю слайдом. Если бы вам показали просто два этих control flow графа, вы могли бы решить, что это, вообще говоря, разные функции. Правда ведь? То есть одной функции control flow граф при сохранении семантики функции, а мы в прошлый раз довольно много поговорили о том, что такое семантика, может быть, я бы сказал, на удивление разным. То есть control flow граф можно в широких пределах трансформировать, и функция остается той же. И самое важное, что теперь, зная control flow граф функции, мы можем решать над этой функцией некоторые задачи. И давайте начнем с самой простой в мире оптимизации. Вы оцените сарказм этих слов, потому что эта оптимизация выглядит действительно просто, но мы будем несколько раз в курсе к ней возвращаться, и с каждым разом она будет выглядеть все менее просто. А эта оптимизация называется constant propagation, или распространение констант, или продвижение констант, и так далее. Что такое constant propagation? Рассмотрим вот такой хир. x это 10, z это read, y это 2 на x, и w это x плюс y. Если x локальная переменная, то y всегда равен 20. То есть мы можем взять эту константу и распространить ее вот сюда. И задача продвижения, она же распространение, она же propagation constant, заменить все переменные, относительно которых заранее известно их значение, на это самое значение. То есть мы берем все переменные, относительно которых мы сразу знаем, что это такое, и сразу здесь ставим x равно 10, y равно 20, w равно 30. При тривиальном потоке управления внутри basic блока, как вы видите, это делать нечего. Но представьте, что у вас вот такой вот control flow. И вам нужно как-то решить эту задачу, продвижение константы. Что в нетривиальном control flow останется константой? Что будет константой, несмотря на циклы? Что будет константой, несмотря на if? Может быть у нас константа распространится по одной ветке if, а не распространится по другой? Подумайте над этой задачей, она начинает выглядеть интересно, правильно? Соответственно, и для того, чтобы ее решить, ну как, не только для того, чтобы ее решить, мотивируя это тем, чтобы ее решить, мы сейчас сделаем небольшой прыжок, потому что о таких задачах очень приятно было в 70-е годы, да и сейчас приятно, думать как о задачах над решетками. Поднимите руку, кто знает, что такое решетка. Отлично, значит эта лекция пройдет не зря. Хорошо, поднимите руку, кто знает, что такое бинарное отношение. Бинарное отношение все знают. Димаш, что такое бинарное отношение? Отношение уже математическое. Ну да, а формально? Что это такое математически? Мы можем, например, рассказать, что бинарное отношение – это множество пар. Давайте посмотрим формально математически. Смотрите, бинарное отношение – это ассоциация элемента области определения с областью значений. А если x и y находятся в отношении r, то мы пишем x, r, y. Например, если у нас r – это меньше. Тогда в отношении r находятся элементы 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Но пара 4, 3 этому множеству не принадлежит. То есть любое отношение можно рассматривать просто как множество. Но мы можем думать об отношении не только как о множестве, но и как о предикате. И, в общем, о любом множестве мы на самом деле можем думать как о предикате, потому что все, что принадлежит этому множеству, соответствующий предикат, будет выращать true, а все, что не принадлежит, он будет выращать false. Правильно? Соответственно, 1 меньше 2 – это истина, но 2 меньше 1 – это ложь. И когда мы видим множество пар, каждый раз, когда мы будем видеть множество пар, у вас должно немножко щелкать в голове. Потому что любое множество пар – это что такое? Скажите это слово. Мы его уже несколько раз сказали за эту лекцию. Что такое множество пар? А граф? Конечно, это граф. Множество пар – это граф. Мы можем построить граф для отношения. Как будет выглядеть граф для отношения меньше? Давайте я вам его покажу. Вот смотрите, вот он. Единичка меньше двойки, единичка меньше тройки, единичка меньше четверки, единичка меньше пятерки, меньше шестерки и так далее. Довольно красивый граф, да? Вот это граф для равенства по модулю 2. Единица, тройка и пятерка равны друг другу по модулю 2. Обратите внимание, он рассыпается на самом деле на два треугольника. Тут два абсолютно никак не связанных компонента. И двойка равна четверка равна шестерке. А вот граф является ли делителем, не равным самому числу. Единица является таковым для всех. Двойка и тройка для шестерки. Двойка для четверки. И тройка для шестерки. Этот граф немножко менее асимметричный, но тоже очень красивый. То есть, любое бинарное отношение, мы можем думать о нем как о притикате, как о множестве вершины, как о графе. Кроме того, бинарные отношения, соответственно, множество, и графы, кстати, тоже, можно классифицировать. Основой классификации бинарных отношений являются рефлексивность, симметричность и транзитивность. Рефлексивность, если АРА, симметричность, если для неодинаковых А и Б, АРБ и БРА, при этом отношение может быть, например, антисимметричным, асимметричным, при этом рефлексивным. То есть, АРА только в случае, если они одинаковые, а если они разные, то наоборот, АРБ не равно БРА. И, наконец, транзитивность. Если А равно Б и Б равно С, то А равно С. Ну, если Р это равно, да. То есть, АРБ и БРЦ это АРЦ. И, соответственно, есть антиотношения. Антисимметричность – это вот так. А давайте охарактеризуем, что такое отношение быть равным, отношение эквивалентности. Какие галочки мы здесь поставим? Все три. Если все три – правда, то это отношение эквивалентности. А равно А. Если А равно Б, то Б равно А. Если А равно Б и Б равно С, то А равно С. Что такое меньше, строгое меньше? Оно транзитивное, но является ли оно рефлективным или симметричным? Нет. Оно антирефлективное, антисимметричное и при этом транзитивное. Довольно интересная вещь, которая нам в будущем сильно пригодится, когда мы будем разговаривать, как ни странно, про ССА-представление, это транзитивное замыкание отношений или транзитивное замыкание графа. А транзитивное замыкание Р плюс – это минимальное транзитивное отношение, включающее Р как подмножество пар. Например, у нас есть вот такое отношение. И мы хотим построить его транзитивное замыкание. Вот это отношение, его довольно сложно истрактовать, но его транзитивным замыканием, очевидно, будет просто отношение меньше. Правильно? И вот здесь оно, собственно, и нарисовано, отношение меньше. Но вот такое отношение тоже может быть, чисто математически, ничего ему быть не мешает. У нас оно есть, теперь мы хотим его транзитивно замкнуть. Мы видим, что у нас есть ребра 1, 2 и 2, 3, мы обязаны добавить ребро 1, 3. Теперь у нас появилось ребро 1, 3, и мы видим, что у нас есть ребро 1, 3, и ребро 3, 4, и мы обязаны добавить еще и ребро 1, 4. И так мы действуем, пока не сойдемся. То есть пока остаются хотя бы какие-то ребра, которые мы вынуждены добавить для транзитивности. То есть транзитивное замыкание графа – это если между двумя вершинами, между А и Б есть ребро, между Б и С есть ребро, то между А и С тоже должно быть ребро. А здесь люди часто путаются, потому что в математике есть также понятие вершинно-транзитивных графов и реберно-транзитивных графов. Так вот, я сразу хочу вам сказать, это не то. Это до такой степени не то, что вы просто не поверите. Потому что и вершинно-транзитивность, и реберная транзитивность как свойства графа имеют дело с группами автоморфизмов этих графов и вообще не имеют отношения к тому, что я рассказываю. Поэтому здесь я говорю только про транзитивное замыкание бинарного отношения или транзитивное замыкание графа бинарного отношения. Пожалуйста, не путайте это с реберной транзитивностью графа. Очень часто люди начинают гуглить, им выпадает первая ссылка. Я сам на это пару раз попадался. А, соответственно, давайте теперь посмотрим одно из самых важных для нас отношений. Самое важное для нас отношение – это отношение меньше или равно. И это отношение частичного порядка. То есть мы говорим, что у нас элементы связаны отношением меньше или равно. И некоторые из них, кроме того, могут быть вообще им не связаны. То есть некоторые сравнимы, некоторые несравнимы. А характеризуйте, вот давайте пощелкаем галочки рефлексивность, симметричность, транзитивность, а характеризуйте отношение меньше или равно. Оно какое? Рефлексивное. Оно рефлексивное. Является ли оно симметричным? Нет, оно является антисимметричным. Если а меньше или равно b, и а не равно b, то очевидно не b меньше или равно а. Но при этом оно явно транзитивное. И вот эта рефлексивность, антисимметричность и транзитивность – это weak total ordering. Если оно работает для всех элементов. И weak total ordering мы много где видели. Где мы уже видели weak total order? В C++ помните, что нужно, чтобы отсортировать массив функции studsort? Что нужно, чтобы сложить элементы в studmap? Да, weak total ordering у нас везде. То есть меньше или равно у нас должно быть вообще везде. Но это total ordering. Теперь скажем partial ordering. Давайте рассмотрим множество делителей по модулю 12 с бинарным отношением а делит b. Между 2 и 3 отношений нет. Но при этом 2 делит 12 и 3 делит 12. То есть 2 и 3 предшествуют 12 в d12. И вот граф частично упорядоченного множества – это граф отношения вида а предшествует b. Вот смотрите. Вот мое любимое частично упорядоченное множество. Это делители числа 12. 4 делит 12, 6 делит 12, 2 делит 4 и 6, 3 делит 6. 1 делит все, но нас интересует только его позиция в частичном порядке. Поэтому нас не особо интересует взаимоотношение 1 и 4, потому что уже есть отношения между 2 и 4, и поэтому нас интересуют отношения между 1 и 2 и между 1 и 3. То есть 1 предшествует двойке, 1 предшествует тройке, двойка предшествует четверке и шестерке, тройка предшествует шестерке, и четверка и шестерка предшествуют 12. Это, соответственно, единица тоже предшествует четверке. Но она транзитивно предшествует четверке. Но между, например, тройкой и двойкой нет никого порядка. Мы не можем сказать, что чему предшествует, тройка или двойка. Видите? Прекрасно. Еще один вид частичного порядочного множества. Вы не представляете себе, ребят, что можно делать с частичными порядочными множествами. Например, как с ними можно работать для верификации многопоточных программ. У меня тут недавно магистрскую диссертацию защитил один молодой человек по частичному порядочному множеству. Вот частичное порядочное множество булевых строк. Что здесь является отношением? По какому принципу проведены стрелки? А почему тогда вот отсюда и вот отсюда, но не вот отсюда? И отношением здесь является, что, соответственно, у нас а и б, правильно? Или а или б. То есть мы вот эти строки берем, и вот эта штука магическим образом оказывается ор вот этих двух штук. Правильно? А вот эта штука оказывается ором вот этих двух штук. И мы видим, что 0, 0, 0 предшествует 0, 0, 1, 0, 1, 0 и 1, 0, 0. Потому что если мы сделаем n с любым из них, то получится вот это. А если мы сделаем n вот этого с любым из них, то получится любой из этих и так далее. И, наконец, вершина – это 1, 1, 1. И теперь самая важная для нас сейчас решетка – это решетка продвижения констант. И решетка продвижения констант выглядит вот так. У нас есть все константы, которые абсолютно равны. В том смысле, что они несравнимы друг с другом. Никак. У нас есть два специальных значения – undefined и overdefined. И undefined предшествует всем константам. А overdefined, наоборот, является значением в решетке после всех константов. И я уже произнес слово «решетка». И, как вы догадываетесь, все вот эти три штуки – это решетки. И давайте определим решетку формально. Что такое решетка? Решетка – это такое частично упорядоченное множество, на котором можно ввести операции «latice meet» и «latice join». Думайте о «latice meet» как об «и», и о «latice join» как об «или». И я тут специально перевернул вот эту решетку на самом деле вверх ногами, потому что у нее, конечно, наибольший элемент вот этот. Но зачем я это сделал? Это я сделал для простого мнемонического правила. Смотрите, в «latice meet» вот эта стрелочка «и», логического «и», она смотрит вверх. Видите? И поэтому по решетке она идет вниз, а по перевернутой решетке – вверх. То есть для того, чтобы вычислить «мид» между 0.1.1 и 1.0.1, мы должны пойти по обоим стрелочкам вверх и найти минимальный общий элемент. Вот это «latice meet», а «join», соответственно, идет вниз. Вот это между ними двумя «latice join». Видите? То есть когда вам нужно вот так мнемонически вспомнить, что такое meet, что такое join, вы переворачиваете решетку и смотрите, куда направлены стрелочки «и» и «или». Ну или наоборот, мысленно переворачиваете стрелочки. То есть одну из двух штук надо перевернуть. Главное, не переворачивайте обе. Соответственно, для этих операций есть следующие условия. Во-первых, их результаты должны сами все принадлежать решетке. А во-вторых, должно выполняться вот это и вот это замечательное условие. Это примерно как? Мы берем какие-то два элемента, например, вот «a» и «b» и делаем между ними join. Сделали join. Потом делаем meet этого join с самим «a». Мы должны вернуться в «a». Если этого не выполняется, то это не решетка. Есть такие частично упорядоченные множества, где этого не выполняется. Можете дома поискать пример. И аналогично с join. То есть вниз должно ходиться так же, как вверх. Мы ищем верхнюю границу, вычисляем нижнюю границу с самим собой, получаем себя же. И кроме того, в решетке должны существовать наибольшие и наименьшие элементы «top» и «bottom». И здесь «top» внизу, потому что я ее перевернул, как я уже сказал. Но видите, и все стрелки я перевернул тоже. А «bottom» здесь вверху. И очень просто. А «mid-bottom» это «bottom». Да, вот «mid-bottom» это «a», «adjuid-bottom» это «a», и «mid-top» это, соответственно, тоже «a». Строго говоря, вот это все называется не просто решеткой. В математике это называется ограниченной решеткой. Потому что есть еще неограниченные решетки. Но поскольку нас с вами интересуют только ограниченные решетки, я сэкономлю в себе произношение слова «ограниченный». И каждый раз, когда я говорю о решетке, я буду иметь в виду ограниченную решетку. Могу пообещать, никакие другие нам никогда не понадобятся. Ограниченный в смысле вверх и вниз ограниченный. Вбок могут расползаться сколько угодно, они от этого менее ограниченными не становятся. И давайте подумаем, что означают «mid» и «joint» для продвижения константа. Потому что что означают «mid» и «joint» для булевых строк? А я не случайно выбрал здесь булевые строки. Самый простой способ наработать интуицию для «mid» и «joint» – это булевые строки. Что такое «mid» для булевых строк? Это просто логическое «i». Спасибо, Дим. Да, это просто логическое «i». А что такое «joint» для булевых строк? Это просто логическое «i». Да, все. То есть булевые строки любого размера. Можете, кстати, взять, например, булевые строки размера 4 или размера 8, построить для них решетку. Решетка будет красивой, такой, знаете, фрактальненькой. Но вернемся к продвижению констант. Пусть bottom – это undefined, а top – это overdefined. Опять-таки, решетка перевернутая. Я почти всегда буду рисовать перевернутые решетки, чтобы mid и join имели смысл и и или. То есть, чтобы правильно галочки смотрели в нужную сторону. Вот смотрите, представьте, что у нас в одном блоке было определено x5, а в другом x равно 3. Тогда вот в этом блоке, где они сходятся, x overdefined. Видите? Потому что здесь он во что-то определен, и здесь он во что-то определен. Они сходятся, он overdefined. Если же в каком-то блоке x undefined, а в другом 5, то они сходятся, undef с 5, x равно 5. Видите? Какая это операция? Если 5,3 x overdefined, 5 undefined x5, какая это операция? Mid или join? Это join, спасибо. Это lattice join. Решеточный join. Join – вот, у меня, кстати, на слайде написано точно. Join – это схождение управления при продвижении констант. Теперь давайте посмотрим какую-нибудь интересную программку, в которой мы хотим продвинуть константы. Вот, например, вот эта программка. Здесь есть цикл, кстати. Все ведут цикл. Вот обратная дуга на себя. Мы начинаем и равно 0, x равно 1, y равно 1. Потом в цикле мы, пока и меньше 10, вычисляем и x умножить на и, и плюс 1, y умножить на y. И в конце мы вычисляем p равно x плюс y. И у каждого блока есть передаточная функция. Что такое передаточная функция? Рассмотрим вектор из всех переменных в этой программе. У нас есть переменная i, переменная x, переменная y, переменная p. Тогда передаточная функция – это то, что блок делает с этим вектором. Например, передаточная функция basic блока 1 – это 0, 1, 1, p. Он останавливает i в 0, x 1, y в 1, p оставляет неизменно. Правильно? Передаточная функция базового блока 2 – i плюс 1, x умножить на i, y умножить на y и дальше p. Кто мне напишет передаточную функцию basic блока 3? Продиктуйте мне ее словами. И x, y, x плюс y. Да, и x, y, x плюс y. Все это видят, да? Прекрасно. Итак, у нас есть передаточная функция базового блока. И у нас есть схождение в fn. fn b1 берет только n3, и это просто n3. А вот fn от b2 берет b1 и b3. То есть сюда приходит sb1, либо сюда приходит sb2. То есть b1 и b2 берет. Управление сюда приходит либо sb1, либо sb2. И тогда это вектор, который пришел sb1, join тот вектор, который пришел sb2. fn от b3 как будет выглядеть? Просто cb2, спасибо, конечно. fn от b3, просто cb2. И дальше неподвижные точки. Неподвижной точкой функции на решетке является такая точка x, что f от x равняется x. Ну, слова на решетке здесь кажутся избыточными, но мы изучаем решетки правильно. И такая идея общего алгоритма. Начинаем с какого-то вектора переменных. Просто выставляем какой-то вектор переменных. Например, все undefined n3. А потом раз за разом исполняем передаточные функции блоков. Исполняем передаточные функции блоков. И дальше начинаем после того, как во всех блоках вектора установлены, исполнять схождение управления. Исполнили схождение управления, еще раз исполнили передаточные функции. Потом еще раз исполнили схождение управления. И так до тех пор, пока не сойдемся к неподвижной точке. Найдем ли мы неподвижную точку? Этот алгоритм был предложен Гэри Килдалом в 70-х годах. Это ранние 70-е годы. Этот алгоритм был предложен раньше, чем возник язык Си. И Килдал исследовал руками, разумеется, а чем тогда было исследовать, некоторое количество программ, и сделал вывод, что вообще хорошо сходится. Отлично сходится. Потом результат, что он сходится, был доказан строго математически при определенных условиях на решетку. Мы до этого сейчас дойдем. И давайте напишем алгоритм а-ля Килдал. Я назвал его алгоритм Constant Propagation. Я буду, как и в курсе по Си, кто здесь видел мой курс по Си, сокращать алгоритмы двухбуквенными аббревиатурами, чтобы на них было легко ссылаться. Мало того, двухбуквенные аббревиатуры в этом курсе не будут пересекаться с аббревиатурами, которые я выбирал для курса по языку Си для удобства. Соответственно, можете рассматривать как продолжение курса по алгоритмам. Алгоритм ЦП, который Constant Propagation, умещается на один слайд. Единственное, я вынес функцию Propagate Step. А давайте я расскажу, на каком языке я буду писать алгоритмы. Очень многие книги по алгоритмам вводят очень развитый псевдокод, очень сложный. Например, у мученика там целая глава посвящена тому, что он просто описывает псевдокод. После чего программы на этом псевдокоде, они все равно никогда в жизни не компилировались и не должны компилироваться, это же псевдокод. И поэтому взять и перебить ее, чтобы она работала, вы не можете. Поэтому я придумал идею проще. Все алгоритмы, которые у нас будут, будут написаны на языке, подозрительно напоминающем язык Си++. Но с некоторыми такими, знаете, вольными допущениями. Типа, что такое лайтис вектор? Ну, это вектор значений по решетке. Ну, типа, вот он у нас есть. То есть, настоящий алгоритм constant propagation, вы можете его посмотреть в LLVM, это много тысяч строк кода. Там обрабатываются крыльные случаи, делается очень много всего интересного. Мало того, там, скорее всего, будет sparse conditional call constant propagation, до которого мы дойдем, который вообще будет работать по SSA форме. Вот. Я не хочу утопить вас здесь в деталях. Это именно псевдокод. Он просто для того, чтобы понять, что происходит. То есть, что мы идем по всем блокам, выставляем lattice vector в undefined, а потом делаем propagate шаги, пока propagate step не сойдется к неподвижной точке. И дальше мы вот этим циклом реплейсим все значения в блоках на константы. Самое интересное, конечно, это шаг пропагации. И шаг, собственно, распространения выглядит так. Для всех блоков функции мы вычисляем min, и для всех предисессоров мы джойним min с m-предисессором. Просто сделали схождение управления. Все undefы – это единица для join. Поэтому мы начали с единицы для join, потом поджойнили со всеми предисессорами. Мы могли начать с предисессора и поджойнить со всеми остальными предисессорами, но тогда мне пришлось бы здесь писать немножко более выщекруклюбисто, мне пришлось бы писать pretz.bb, кроме первого, который мы тут уже установили. Поэтому я просто тут уставлю все undef и джойню со всеми. Дальше. Transition func соответствующего базового блока. То есть поджойнили с предисессорами, выполнили transition function. Если состояние вектора поменялось, тогда в changed записали true, а в mbb записали новое состояние. Ровно то самое схождение к неподвижной точке по алгоритму killdall. Давайте посмотрим пример работы такого алгоритма. На шаге 1 у нас изначально все undef, в basic блоке 1 получается 0.1.1 undef, в basic блоке 2 получается 1.0.1 undef, в basic блоке 3 получается 1.0.1.1. Дальше настало время выполнить функции join. В блоке 1 ничего не случилось. В блоке 2 вот эти два значения стали overdefined. Все видят, почему они стали overdefined? Потому что здесь приходит 0 и 1, а здесь приходит 1 и 0. Вот это осталось 1, потому что и здесь, и здесь у нас 1. Вот это осталось undefined. Вот здесь у нас 1, 0, но вот здесь-то у нас уже overdefined, поэтому тут 1 и 0 уже сходится с overdefined, тут получается overdefined, тут единица, тут overdefined. Что интересно, мы за два шага нашли неподвижную точку, потому что если мы дальше итерируем шаг 3, то у нас получится все то же самое, можете себя в этом убедить. Поэтому какая константа у нас на самом деле продвинулась? У нас продвинулось значение y, которое в цикле не меняется из-за умножения само на себя. Ну, в общем, это было не так уж и очевидно. То есть, так, глядя на этот код, продвинуть эту единицу досюда, но тем менее мы смогли. Вот, и таким образом мы продвинули y досюда как единицу и отработали алгоритм Киллдал. И в следующий раз мы с вами посмотрим, что на самом деле придумал Герри Киллдал. Потому что вот этот алгоритм, его часто немножко недооценивают. То есть, ну, вы видите, он красив, да? У вас есть по нему какие-нибудь вопросы или там замечания? Что-нибудь непонятно? То есть, мы берем, джойним константы, сходимся к неподвижной точке, да? Вот. Но на самом деле Киллдал, придумав этот алгоритм, придумал весь датафлоу анализ, которым весь мир пользовался до изобретения ССА-представления. И мало того, до сих пор пользуется и сейчас. Потому что некоторые датафлоу-проблемы, которые тоже решаются итеративно уравнениями, которые мы посмотрим в следующий раз, включают те проблемы, например, в LiveRange, которые вы можете до сих пор найти в OLV. Небольшие упражнения надо. Я очень надеюсь, что вы их сделаете. У вас выходные впереди. Первое простое, разминочное. Ну, а у тех, кто смотрит на Ютубе, впереди вся жизнь. А первое простое, разминочное. Докажите, что если бинарное отношение это отношение эквивалентности над А, то любой элемент из А принадлежит некоему классу эквивалентности только ему. Это легко. Но попробуйте. Мне интересно почитать доказательства. Дальше. Что такое дистрибутивная решетка? Они нам потребуются на следующей лекции. Дистрибутивная решетка – это такая, в которой для любых x, y, z это выполняется дистрибутивный закон. x, mid, y, join, z это x, mid, y, join, x, mid, z. Ну, для и и или для булевых срок это выполняется всегда, поэтому вы можете думать, что решетка булевых срок дистрибутивная, но это неинтересно. Приведите разумный пример, то есть отличающийся от решетки булевых срок для какой-нибудь дистрибутивной решетки и какой-нибудь недистрибутивной решетки. Придумайте какое-нибудь отношение бинарное, чтобы получилась решетка, но чтобы решетка была дистрибутивной, чтобы она была недистрибутивной. Дальше. Докажите сходимость алгоритма ЦП к неподвижной точке. Это, кстати, очень легко доказывается. На самом деле, вот из этой картинки это легко доказать. Там можно пронаблюдать, можно пронаблюдать, давайте я дам вам скетч доказательства, можно пронаблюдать, что выражения в ячейках никогда не движутся вверх по решетке. То есть undefined может стать каким-то defined, но после того, как оно на каком-то шаге стало каким-то defined, оно уже обратно в undefined из-за свойств операции John не вернется никогда, правильно? И какое-то defined значение может стать overdefined, и это опять-таки навсегда. То есть как только мы делаем следующий переход, а то залипает. И поэтому рано или поздно оно либо все станет overdefined, и мы закончим, либо что-то залипнет. То есть тут не может создаться цикла. Но попробуйте это как-то формально выразить. То есть чисто интуитивно доказательство очень простое, и оно прям понятно. Соответственно, нарисуйте решетку монотонных булевых функций. Мы рисовали вектора. Давайте нарисуйте решетку функций, берущих на вход и возвращающих двубитовый вектор. Сколько, кстати, таких функций? То есть разных булевых функций, берущих на вход. Однобитовый вектор, их сколько? Да, две. Две ли? Вот. А двухбитовый? Соответственно, двухбитовый, наверное, 16, да? Мне кажется, 16. Вот. А если кому-нибудь понравится решетка, нарисуйте для трехбитового. Мне тоже будет интересно посмотреть. Можете присылать мне картинки прямо в Telegram. На самом деле, вот это все. Можете фоткать листочки, присылать мне в Telegram. И, наконец, возьмите алгоритм сортировки ставками. Или любой другой алгоритм сортировки вам понравится. Я хочу, чтобы вы потренировались в построении хира. И построите для него, пожалуйста, хир, игра в поток управления. Если вы вдруг напишите программу, которая это будет делать за вас, то вообще прекрасно. Ну, хотя бы руками. То есть, потренируйтесь хотя бы руками. Вот. И, да, я очень надеюсь, что вам это понравится. Значит, из литературы. Я тут вставил ссылку на свою книжку. Я буду на каждый слайд ее вставлять, чтобы вы не забывали. А пока в книжке идем. Вот. Если кому-нибудь не хватает базы в графовой теории, я надеюсь, всем присутствующим в аудитории хватает. Я в данном случае забочусь о тех, кто на Ютубе. Есть замечательная книжка с Киеной Computational Discrete Mathematics, Combinaeторics and Graph Theory with Mathematica. Она такая, очень практически ориентированная. Они там берут вот эту программу вольфрамматематика и прям все делают в ней. Там прям не сухая графовая теория, а сухая теория плюс скриншоты. Значит, очень клево. Мне очень нравится. Прямо для людей, которые не хотят особо запариваться. А из мучника я кое-что взял. Мучника можно начать потихонечку читать, имея это в голове, но не обязательно. Вот что я очень рекомендую, это найти и прочитать вот эту статью Килдала. Она очень легко ищется на Google Scholar. То есть просто заходите на Google Scholar, все умеют пользоваться Google Scholar. Набираете Килдал Unified Approach to Global Program Optimizations, и там вам сразу выпадает бесплатный PDF. Она довольно древняя, и у нее есть бесплатный PDF. Вот можете почитать эту статью, если хочется. Потому что в этой статье, если вы внимательно почитаете, там будет еще много того, о чем будем говорить в следующий раз. Если вы прочитаете, вы к следующему разу будете довольно хорошо подготовлены. В следующий раз мы поговорим про Reaching Definitions, про Life Variables и про многие другие интересные Data Flow проблемы. А на сегодня у меня все. Всем спасибо.